Друзья, всем привет! В этом ролике я покажу несколько идей, которые вам точно пригодятся. Здесь я использую раствор такой. Один цемент, два песка, фибровое окно, ну и чуть-чуть пластификатора. Пластификатор используется любой. Тут же после заравнивания раствора берете и рисуете шпателем вот такие орнаменты. И потом проходите валиком через некоторое время. Ну и через несколько часов после того, как раствор перестал прожиматься, берете какой-нибудь острый металлический предмет и начинаете рисовать. И если у вас есть под рукой резак по дереву, начинайте расшивать им. То есть сделать выборку. И у нас получается вот такой интересный орнамент. Мне написали очень много комментариев негативных по поводу того, что ну на фонарке каждый сможет, ведь ней даже метр на метр нету. А ты покажи на объеме. Ну вот вам пожалуйста. Сосед посмотрел мои видео и говорит, давай мне тоже сделаем цоколь вот таким же вариантом. Чтобы штукатурка сидела прочно на основании, я решил набить вот такую сетку. Ячейку можно использовать в принципе любую. Будь то 2х2, 3х2, 3х4, ну без разницы будет. Так как у дюбеля маленькая шляпка, я решил туда подложить металлические шайбы. Это самый простой и надежный способ, как закрепить сетку. Между основанием и сеткой должно быть расстояние, поэтому сетку лучше всего отогнуть, чтобы раствор заходил туда. То есть надо сделать так, чтобы сетка оказалась посредине раствора. Только так эта армировка нормально сработает. Для штукатурки я решил использовать пескобетон марки М300, а также плиточный клей. То есть в пескобетон добавляйте 1 треть плиточного клея. Как вы видите, у пескобетона очень крупная гранула, и поэтому туда необходимо добавить плиточного клея. Ну и также для эластичности. Клея добавляйте на свое усмотрение, чтобы раствор слишком не плыл. Например, я добавлял 1 третью часть. Но не забывайте, клей бывает разный. Вот я пользуюсь витамитом ИЕС-3000. Ну это марка клея так называется. А 3000 это обозначает, где его можно использовать. Ну то есть крепкость. Если 1000 только внутри можно использовать, то 3000 можно использовать на фасаде. Теперь необходимо накидать черновой слой и через несколько часов накидывать чистовой слой. И также, ребят, хочу вас предупредить, никогда не работайте под прямыми солнечными лучами. Раствор быстро схватывается сверху коркой, и вы попросту не сможете его прорезать. Так что работайте или рано утром, или поздно вечером. Если черновой слой слишком пересок, не забудьте его обработать грунтовкой. Ну или хотя бы водой. Опять же, все зависит от толщины. Если слишком толстый слой, грунтовку не обязательно использовать. Можно просто намочить водой. Ну, по крайней мере, мне так старые мастера рассказывали, кто штукатуркой занимается уже лет 20. Когда начинает рисовать, очень просто проверить. Если раствор перестал липнуть к руке, значит уже можно. Можете также начинать рисовать по-свежему. Технология такой рисовки тоже очень простая. Берете, краем шпателя надавливаете, и получаются вот такие выступы. Этот рисунок чем-то похож на дикий камень, как его еще называют. Ну или камень-сванец. Потом через некоторое время, как штукатурка чуть-чуть затвердела, берете и проходите аккуратно валиком. Чуть-чуть придавливая. Хотя делайте как получится, и работайте инструментом таким, каким вы привыкли работать. Вот вам еще один вариант, как сделать красивую штукатурку. Также накидывайте раствор, разравнивайте, и начинайте рисовать по-свежему. Потом набирайте раствор или на кисточку, или на шпатель, и начинайте накидывать. Тем самым создавая вот такие кратеры. Затем ждете некоторое время, потом берете валик в руки, и начинайте чуть-чуть прикатывать этот раствор. Ну, при этом не портите рисунок, естественно. Потом смотрите, что у вас под рукой лежит, берете этот инструмент и начинаете рисовать. Тем самым делая шов. Смахиваем все это дело кисточкой, и у нас получается вот такая штукатурка. Я думаю, где-нибудь да пригодится. Эта штукатурка мне показалась более интересной, чем я делал на цоколе. А если вам не охота делать вручную, покупайте вот такую панель. Она стоит где-то 400 рублей, это ПВХ-панель из пластика. У вас получается вот такой рисунок. Эта панель очень легко стыкуется, так что рисунок не будет нарушен. У этой панели есть стыкоточные швы, так называемые. А если у вас дома остался пеноплекс от утепления фасада, тогда воспользуйтесь этим лайфхаком. Берете зажигалку, фен или газовую горелку, и делаете такой рисунок. Ну и в оконцовке получаете вот такой цоколь, фасад, ну или же там еще что-нибудь. А если у вас есть только шпатель, берете и делаете вот такую штукатурку. А потом ее вот таким образом красите. А этот способ мне показался тоже очень интересным. С помощью его можно сделать вот такие интересные булыжники. То есть накидываете раствор, потом еще раз накидываете, и вырезаете так, как вам надо. И у нас получается вот такой булыжник. Я думаю, тоже интересный способ. Если нет денег на дорогую панель, покупаем вот такую панель. Она стоит в районе 150 рублей. Но она очень тонкая и долго вам не прослужит. Но все равно получается великолепная штукатурка. Но есть, конечно же, очень простой способ. Берем, накидываем штукатурку небрежно, замываем ее кисточкой и проходимся металлической щеткой. Опять же, берем сухую кисточку и проходимся по верхушкам. И потом начинаем вырезать. Ну и вот такое подобие ракушечника у нас получается. Я думаю, тоже прикольная штукатурка. Я бы себе на фасаде такую сделал. Ну или на цоколе. А как вам такой вариант с помощью дешевой панели? Эта панель тоже стоит рублей 150, не больше. Правда, у этих панелей есть существенный минус. На внутренних углах их придется резать. Так что придется несколько панелей покупать. А эту штукатурку я называю штукатурка для лентяев. Опять же, берем по свежей выровненной штукатурке, накидываем и делаем вот такие кратеры. Ну и, как говорится, халявный шедевр готов. Принимайте. А мне понравился вот такой вариант с такой панелью. Представьте себе дорожки сделать таким образом. Ммм, шикарно будет выглядеть, не правда ли? Вот вы внимательно посмотрите на панель. На каждой панели есть стыковочные швы, так что вы за это не переживайте. А такой вариант я тоже называю вариант для ленивых. Просто на свежую берете, вставляете веревку и обштукатурите еще на раз. Потом вы веревку вынимаете, дорабатываете и у вас получается вот такое подобие камня. Как вы поняли, лучше потренироваться на маленькой площади, а потом переходить на объем. Но имейте в виду то, что объем это совсем другое. Тут нужен свой подход к штукатурке. Ну что ж, продолжим делать соколь. Уровень, как вы видели, я брал плоский с обоих сторон. Это чтобы проще было рисовать. Просто на многих уровнях есть ямка, которая будет мешать при резке. Стыковка рисунка выглядит так. Допустим, доходите вы до угла, вот как у меня на видео. Потом вырезаете плитку. На следующий день начинаете штукатурить. Просто потом вам будет необходимо почистить швы и все. Если вам каким-то образом не нравятся острые углы, берете и скругляете их. Поскольку кирпич не очень ровный, когда я убирал малярный скотч, образовались маленькие такие ямки. Их необходимо заделывать. И вот что-то такое получается. Но, как говорится, на вкус и цвет. Кому понравится, кому не понравится. Но я думаю, плитка прикольно выглядит. Дальше необходимо будет этот соколь покрасить. Красить решили мы в темно-шоколадный тон. Ну и покраска будет очень простая. Он выбрал для того, чтобы самому потом можно было подкрасить этот камень. Теперь берем вот такой лак, акриловый. Ну и естественно, куда-нибудь его выливаем. Чтобы цвет у меня получился темный, на 6 килограмм лака, внимание, килограмм, не литров, я добавил 2 черного колера и 6 шоколада. Как вы видите, лак у меня очень густой. Так что его необходимо развести грунтовкой. Грунтовки, как говорится, добавляйте по вкусу. Но, чтобы лак был очень жидкий, чтобы он впитывался вовнутрь, а не создавал пленку. В общем, в лак добавляйте не больше 30% грунтовки. Ну и теперь необходимо покрасить все это дело на пару раз. А вот это на раз покраска. Как вы видите, камень почти весь просвечивается. Не очень интересно смотрится. После покраски в два слоя берем акриловую фасадную краску и добавляем туда желто-коричневый колер. Кисточку необходимо обтереть об тряпку, чтобы она была пол узкая. Да-да, многие напишут, нифига себе цветники, какие-то гробницы фараона. Ну, как говорится, что сделал человек, то сделал. И вот в итоге, что у меня получилось. Я думаю, несложно будет повторить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok